Победители сразу четырёх конкурсов собрались в одном большом зале. Каждый из ребят долго шёл к этой победе. Постоянно открывал для себя новые компьютерные программы, повышал уровень своих знаний в сфере монтажа и режиссуры, знакомился с конструкторскими разработками лучших исследовательских лабораторий мира. На протяжении месяца компетентные жюри, в состав которого вошли педагоги и специалисты сфер компьютерного дизайна, моделирования и журналистики, отбирали самых достойных. И вот настало время назвать лучших из лучших. Мы очень рады, что вы не боитесь пробовать что-то новое, свои силы в каких-то новых видах творчества, руками своими создавать какой-то продукт, который может кому-то понравиться, пригодиться. Именно из вас, возможно, в недалёком будущем будут юные конструкторы или известные архитекторы, или какие-то модельеры, или кто-то другой. Ой, я уверена, что все вы сможете воплотить свои идеи, мечты в будущем, потому что уже сегодня вы не боитесь этих трудностей, вы не боитесь неудач, что у вас что-то не получится. Наверное, наиболее наглядным, ярким и интересным стал конкурс технического творчества. Большую выставку работ, представленных на экспертный совет, организаторы не смогли вместить в нескольких небольших кабинетах. Макеты замков, кораблей, удивительная коллекция робототехники. И это только часть того, что могло не просто заинтересовать, но и удивить. Жюри долго совещалось, отобрать самые достойные работы оказалось непросто. Здесь порядка 200 экспонатов, которые по номинациям у нас распределены. Во-первых, номинации учебно-наглядные пособия, радиоэлектронные устройства, в номинации макеты роботов, стендовые модели роботов, модели, авто-модели, судо-модели. Одна из задач нашего учреждения и таких учреждений, как наши, это как раз предоставление возможностей самореализации детям. Как раз выявление и поддержка талантливой молодежи и детей. Мы, конечно, выявили множество талантливой молодежи и детей. Поддерживаем их, ну как уже можем, так и поддерживаем. Они, конечно, все молодцы. Талантливых детей, я думаю, во все времена предостаточно. На конкурс видеопроектов в адрес оргкомитета поступило более трех десятков работ. Конечно, их уровень разнится. Кто-то только начинает свой путь, но делает первые уверенные шаги, а кто-то закрепляет успех новыми наградами. В число лучших роликов вошел проект об резком вокзале, учащегося средней школы номер 24 Сергея Кузьмича. Я увидел, как многие другие люди на ютубе, например, представляют различные ролики. Мне было это интересно, и я решил создать сам. Спустя некоторый промежуток времени я создавал много-много роликов, и в итоге я пришел к тому, что начал работать на профессиональной программе и создавать этот ролик. Лучшие авторы видеопроектов определялись в нескольких номинациях, и в каждой работе была концепция и сюжет. Сюжет из жизни. Мы его готовили, как история нашего кадетского братства. Там мы участвовали в реконструкциях, там видео монтировали. Посвящение в кадеты, с бородино, с полевых выходов. Организаторы конкурса, специалисты и администрация Центра дополнительного образования детей и молодежи пообещали, что подобные творческие состязания продолжат свою историю и в следующем году. А потому у всех желающих проявить свои способности есть время, чтобы придумать проект и представить его на суть жюри в новом учебном году. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкеевич, Антон Луковкин, телекомпания «Бух-ТВ». И за первое место...